Если и без того очень вкусную капустку слегка шлифануть маслицем, а потом еще, душистым, душистым, конечно же, нерафинированным, а потом еще украсить зеленым лучком, да еще со своего-то огородика, то пыхтящая, кипящая картошечка в мундире, которая ждет на газу, быстрее сварится. Я бы еще сахарком притрусила, ну совсем чуть-чуть, а сахар от у меня темный, для поэзии, понимаете, я сама не знаю, что будет, или кусковой белый, или вот крупинчатый темный, если поэзию испорчу, как испорчу, вон какая красота, ой, ой, какая красота, приятного аппетита. Итак, покушали, а теперь на огород. С детства помню, что по субботам и воскресеньям мы ездили на дачу с родителями. Ну, ехать мне недалеко, всего на балкон выйдеть. Тем не менее, сегодня я чуть-чуть повожусь с растюшками. Если есть интерес, оставайтесь. Перед вами красивый горшечек. Носила я денежное дерево в душ, в ванную, и своим неуклюжим движением, значит, обломила довольно-таки, как-то шлангом прям так вот задела. Потому что раз в месяц я ношу цветы, у меня их все остаются все меньше и меньше, я место экономлю в ванну, в душ, и вот как-то так получилось, обломала. Ну, унывать мы не привыкли, я посадила в землицу и укоренился, уже начинается рост. Сколько ему? Месяц, может быть, полтора. В общем, сто процентов все хорошо. Это я просто так, для красивой картиночки, раз уж про огород. Ибо я не сняла красивую картиночку с луком. Когда лук был тоже красивой картиночкой, я забыла его снять. Понятенее, как это называется лук, мы с вами его вместе сажали. Он очень тугодумный, сидел-сидел, молчал-молчал. Потом, как пошел в рост, стал даже падать, я вот эти вот изгородь-то ему сделала из палочек. Вот, все равно длинные подрезаю, кушаю, в серединке даже вырвала. Несколько луковичек нужно было пожарить, поэтому и сердцевинки взяла. И вот думаю, или лук, если я сейчас сюда в сердцевину, это будет некрасиво, мне нужен к Пасхе какая-нибудь картиночка. Он до Пасхи будет только думать, сходить ему или не сходить, поэтому я решила, что в центр засею крест-салат. Вот у меня есть весенний, есть витамины, вот не помню я дукат, действительно такой же маленький крест-салат, как я привыкла. Или есть еще листовой, почитать-то они судьба. Листовая пластина нежная, зеленая, с пряным вкусом. Вот, в общем, я не знаю, она у всех нежная, зеленая, маленькая или большая. Ну, посею, а там посмотрим. Ну, конечно же, как я и думала, крест-салат дукат, он с другими листочками. Это не тот крест-салат, который я предполагала. Ну, ладно, что же делать. В общем, я уже пульнула, в горшочке я уже пульнула, что будет, то и будет. Но я хотела еще посадить крест-салат в маленькую чеплашку, уже знакомую вам. Я имею в виду вот эту леечку. Крест-салат я выращиваю просто в воде. Неважно, там это опилки, вот ватные диски. Но профанулась, каждый раз станет дукат, он не тот, забываю. В общем, я подожду других семян и выращу мелкий свой любименький крест-салат. Хотелось бы мне к Пасхе, чтобы здесь зазеленело. Сегодня я хочу распикировать, распикировать, спасибо девочке, пикировать к самолетам, пикировать к растениям. Значит, вот эти бархатцы, они мне так нельзя говорить про растения. В общем, хотят сказать, не нравятся, нравятся, очень нравятся. Растут медленно. Я, вы знаете, у меня дисциплина даже у растений. Попробую, может, действительно не нравится место жительства. Сейчас они получат у меня однокомнатные квартирки. Посмотрим, что будет. Эти бархатцы как-то растут медленно. Но ничего, я вас услышала. Не нравятся вам условия коммунальные. Сейчас попробуем, ладно. А вот другие бархатцы, про эти речь идет. Ну, просто, вы знаете, сказать, что молодцы, ничего не сказать. Они скоро догонят. Посажено гораздо позже. Уже, кроме семидольных, появился третий листочек. И он пойдет, так сказать, быстренько. Вот, их я сегодня пикировать не буду, потому что чуть-чуть подожду. Вот, а так домики для них я тоже уже приготовила, квартирки. Все будет хорошо. Есть желание, надо повозиться в огороде. Выходной, как-никак. Итак, мне нужно несколько минут, чтобы заполнить стаканчики землей. У вас это пройдет буквально секунды. Как раз 12 стаканчиков, 12 бархатцев. Мне хочется, чтобы какие-то подзапасы были, мало ли. Ну, здесь вот один в один. Стаканчики, конечно, сейчас в магазинах сад-огород прелестные. Круглые, овальные, высокие, маленькие. Даже шикарные эти стаканы для цветов. А уж какие я купила для... Ну, вот еще отдельные. Были там ведь поменьше. Хочется, чтобы они еще больше. Да, это вообще для томатов, конечно. А у меня будут здесь жить циния и бархатцы. Ну, пусть. Надо было только дурочки сначала немножко землиться, потом подсыпать. А я что-то сразу... Кстати, вот в такие стаканчики, когда я начинаю пересаживать, да, салфеточку беру какую-нибудь без краски. Режу на 4 части. На донышко я эту салфеточку положила. Она, конечно, водой размоется. Но когда землей, так сказать, насыпаешь земельку, то грязи поменьше на момент именно работы с землей. И потом они на подносах будут стоять, грязи практически никакой нет. Всем, кто переживал, что циния я как бы рассадила в очень нежном возрасте, я согласна. Два семидольных листочка это не повод пересаживать, рассаживать. Но, вот я говорю, нужно все под настроение. Когда делается под настроение, все замечательно. Чувствуют они себя прекрасно. Они очухались. Нам бы солнышко. Если вот в первые дни после пересадки солнца нет, у нас туманно, дождливо. Никакого солнышка. Речь идет вот про эту цинию тоже малявенькую. Безусловно, квартирки им большеваты. Ну, пусть растут, пусть цветут, зацветают. Вот я пока не подкармливаю. В стадии бутонизации я буду подкармливать, потому что грунт покупной. Всего достаточно. В общем, совершенно давая отчет в том, что горшки большеваты, и пересаживаю рано. Вот знаете, вставлю эксперименты, и мне хорошо. Итак, больше не отвлекайся. Я все-таки пойду землицы насыпаю. Я хотела сказать, как здорово, кто придумал. Вот просто респект, уважуха. Вот такие. У меня же какой год. И круглые были, и квадратные, и серые, и всякие. В этот раз вот зелененькие. Насыпаю грунт и возвращаюсь к вам. Вы даже не успеете соскучиться. Вот и мы. Делаю луночки, отверстия для маленьких, неокрепших корешков. Чуть не сказала козырьков. Далее можно полить, потом сажать. Можно посадить, потом полить, как кому удобно. Я полью и постараюсь снайперски в лунку, но что-то у меня не очень хорошо получается. Еще как хорошо. Далее мы берем волшебный инструмент. И с кусочком земли. Как же мне мешает штатив, кто бы только знал. Это еще растение прям рядышком. Я часть буду сажать без съемок. Ой, из экрана ушли, да? Вернулись. И вот с кусочком земли. Не хочу я спорить на тему, отрывать корешки, не отрывать. Кому как нравится, пусть тот так и делает. Перевоношу, перевожу, как угодно, в горшочек. Так, дырочки мне нужно вот эти углубления сделать побольше. Я на первом это поняла. Потрескивает там. Не нужно туда камушки, керамзит. Совершенно не нужно. Это большие горшки. А так как у меня грунта прям маловато, чтобы хватило на все 12 горшочков, я немножко, немножко керамзита. Ой, меня поражает, насколько страшно, как смотрится земля у горшочки. Вот именно на этот телефон. На самом деле, она не такая уж и страшненькая. Ну, в общем, вот таким макаром с кусочком земли я сейчас перенесу все растения. Мне мешает очень штатив. Прям очень мешает. Так, ну вот мы какие красавцы. Значит, как мне хочется пофыркать еще и помыть стаканчики от этой струей водички. Но здесь уже влаги достаточно. Вот в свой первый полив я буду не только поливать, но и немножко, так сказать, наводить порядок. Здесь уже влаги достаточно, лишнего не надо. Самые мощные, если вообще, конечно, к ним это можно отнести, вы получили однушки, теперь растите, слышите? Я разместила по центру. Вот эти четыре, они самые мощные. И вот уже краешку хиленькие. Если распространить мощные там по краям, они будут закрывать, не давать свет. А так я буду переворачивать контейнер. И в любом случае, вот эти малявки, они будут иметь возможность догонять своих, так сказать, собратов. Вот, все. Никаких корешочков не повреждено. Все перенесено. И у меня остались еще одни бархатцы. Чуть позже я их тоже распикирую. Все по настроеницу. Я бы сейчас это сделала, но уж прям совсем они маленькие. Так, еще недалее, чем давеча, я рассадила базилик. Он не просто за эти пару дней. Прямо не болело ничего, он даже стал вытягиваться. Вот здесь я сейчас землячки подсыплю. Давай крепнее кусточек и разрастайся. Здесь было гораздо больше. Называется он то ли лимонный базилик, то ли лимонный аромат, то ли лимонный вкус. Вставлю я картинку, если найду фотографию. Вот, и взошло гораздо больше, чем здесь. Разделили мы с подругой на тоже как бы домашнего питомца. Просто вот обычный горшочек. И вот так, знаете, иногда просто украсить блюдо. И не важно, макарошечек, котлеточек, опс, листик базилика, да, там, картошечка мятая, какая-нибудь рыбешка жареная. Опс, листик базилика. Никогда он не помешает, а уж этот аромат я попробовала в несколько штук. В компот, в компот, какая прелесть. И к рыбке, кстати, да, с лимонным ароматом. Так, будем наблюдать, как растет. То, что они прижились, это 100%. Сейчас даже здесь вот подсыплю немножко. Ну, а заканчиваю я свое видео на том же красивом фоне, на котором начала. Еще раз всем всего самого-самого доброго. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Обалдеть! Мой огород на окне настолько настоящий, что даже букашки откуда-то приходят, прилетают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова